всем привет любители бисероплетения в этом мастер-классе мы с вами сделаем вот такое красивое очаровательное ожерелье из бисера и сколов результат меня конечно порадовал она очень красивая оригинальная и необычная очень красиво камушки смотрится хотя у меня были сомнения на по поводу этого материала но я конечно ошиблась и мне очень понравились эти сколы я никогда с ними не работала но результат конечно меня впечатлил очень красиво получается поскольку сколы из натурального камня они тяжелые и ожерелье получается довольно увесистое сейчас я вам покажу изнанку как она выглядит вот мы будем с вами делать вот такую основу вот такую сеточку принципе можете выбирать любой вариант сетки я выбрала такой но сеток очень большой выбор поэтому вам вы можете принципе выбрать любой другой вариант можете просто круглая выбрать но мне понравилось именно вот такой v-образной формы очень красивый замочек видеть цветочка легко расстегается и настигается очень классно кстати лежит на шее очень удобная но немножко тяжеловатое но зато конечно очень красивая девчонки если я вас заинтриговала и вам уже нравится такое красивее зная ожерелье то давайте я вам покажу как его можно создать своими руками для плетения нам понадобится чешский бисер номер 10 я беру вот такого бирюзового цвета под цвет своих сколов но он немножко отличается по цвету поэтому сколы будут немножко выделяться если хотите можете взять другой цвет это по желанию из вот этой коробочки фурнитура я буду использовать цепочку карабин соединительное кольцо нам понадобится нить для бисероплетения и леска ну можете использовать что-то одно вместо сколов вы также можете использовать бусинки они также подойдут для плетения вот такого колье все эти материалы я покупала в интернет магазине бибикрафт ссылочка на него и на каждую из позиций которые я буду использовать для создания такого мастер-класса вы найдете внизу под видео в описании обязательно кликайте и переходите на сайт там сейчас действует акция при покупке на сумму от 25 долларов бесплатная доставка в любую страну мира что можете заказывать и вам бесплатно придут все эти материалы также если вы не видели обзор посылки с этого интернет-магазина я купила много интересных товаров можете пройти по ссылочке которая будет в описании и посмотреть на посылочку также нам понадобится еще схема плетения которую я расписала вот у нас как вы видите 22 ряда затем у нас идет повторение с 15 по 22 ряд и так первый ряд мы набираем 34 бисерины набрала необходимое количество опуская эти бисеринки практически до самого конца у меня остается буквально 20 25 сантиметров так смотрите что мы делаем мы от последние бисеринки отсчитываем четвертую бисерину и проходим в эту четвертую бисеринку вот таким вот образом затягиваем ниточку у нас должен получиться крестик из бисеринок далее у нас набор 5 бисеринок это второй ряд вот и мы проходим в шестую бисеринку вот от этой бисеринки из которой сейчас выходит ниточка мы отсчитываем 1 2 3 4 5 6 и в эту шестую бисеринку мы проходим и не только в шестую но и в седьмое то есть мы проходим через две бисеринки и затягиваем лесочку вот что у нас получилось 3 ряд мы набираем снова 5 бисеринок снова мы отсчитываем 6 бисеринок раз два три 4 5 и вот в шестую мы проходим снизу вверх вот таким образом затягиваем нить и снова у нас получилось точно такая же петелька четвертый ряд 5 бисеринок снова отсчитываем 1 2 3 4 5 проходим в шестую снова и снова и снова и снова и снова 5 бисеринок это у нас пятый ряд отсчитываем раз два три 4 5 и проходим шестую снова ну вот видите мы таким образом поднимаемся вверх снова набираем 5 бисеринок 2 3 4 5 и проходим теперь уже шестом ряду в первую бисеринку раз два три 4 5 что-то я как бы посчиталась наверно надо набирать 35 бисеринок в начале поэтому я добавлю еще одну бисеринку вот просчиталась вот 5 бисерин и проходим в шестую вот таким образом если я где-то буду ошибаться в видео я вам буду вставлять такие подсказочки поэтому обращайте обязательно на них внимание 7 ряд набираем 7 бисеринок и мы возвращаемся теперь вниз поэтому мы проходим в среднюю бисеринку из предыдущих набранных вот таким образом сверху вниз мы проходим в третью бисеринку и затягиваем смотрите другой конец у нас пока мисс не зафиксирован поэтому нам его конечно бы желательно зафиксировать потом когда мы поднимемся вверх потом я зафиксирую вот этот конец пока весь будем опускаться а потом а затем подниматься 8 ряд 5 бисеринок вот соединительная от нем отсчитываем раз два три и проходим в третью или в среднюю бисеринку из 5 бисеринок затягиваем ниточку ниточка видите немножко тянется сколько у нас еще не зафиксирован второй конец но ничего страшного 9 5 бисеринок и от соединительной мы проходим третью или среднюю бисеринку вот таким образом сверху вниз и затягиваем нить 10 ряд мы набираем 13 бисеринок и мы их опускаем практически до самого конца нашего плетения далее мы от конца наших бисеринок отсчитываем 1 2 3 и проходим вот таким образом в четвертую бисеринку нам здесь нужно сделать крестик из бисеринок так как мы делали немножко ранее и вот такой крестик у нас с получается точно так же как и здесь 11 ряд мы набираем 5 бисеринок опускаем и теперь мы снова отсчитываем 6 бисеринок 1 2 3 4 5 6 и проходим в шестую бисеринку затягиваем а девочки здесь мы проходим не только в шестую бисеринку но и в седьмую я забыла извините то есть мы проходим через шестую седьмую бисеринку через две бисеринки подтягиваем плетение и вот такая у нас получается петелька 12 от 5 бисеринок проходим среднюю бисеринку следующего ромбика 13 от снова 5 бисеринок снова поднимаемся вверх среднюю бисеринку 14 от 5 бисеринок 1 2 3 отсчитываем третью бисеринку и проходим нее снизу вверх практически по всему плетению мы будем набирать по 5 бисеринок будет отличие только сверху и снизу я вам говорила что когда мы дойдем до верха нам нужно будет закрепить ниточку поэтому я прохожу вот последующим четырем бисеринкам навстречу другой нити то наши ниточки сошлись мы можем их скрепить поэтому делаем несколько узелков вот эту маленькую вторую ниточку я обрезать пока месть не буду так как мы будем плести одну часть то есть мы сейчас плетем с вами правую часть а затем перевернем плетение и будем точно таким же образом плести и левую часть поэтому ниточку я оставляю мы потом отсюда добавим еще одну нить и точно так же продолжим с вами плетение далее нам нужно вернуть иголочку в ту бисеринку с которой у нас выходила ниточка поэтому я прохожу вот таким вот образом по бисеринкам по трем бисеринкам узелок можно не прятать пока месть и затем еще вверх вот таким образом по трем бисеринкам и снова у нас ниточка выходит из той бисеринки из которой необходимо 15 ряд набираем 13 бисеринок опускаем их плетение нам здесь нужно сделать типа петельки а вот таким образом поэтому мы проходим третью бисеринку от плетения из этих же 13 вот таким образом и таким образом у нас получится петля хорошо подтягиваем нить и вот она у нас получилось набираем далее 16 ряд 5 бисеринок и теперь нам нужно опускаться вниз проходим след среднюю бисеринку нижнего ромбика и затягиваем ниточку хорошо подтягиваем вот так у нас с вами получилось 17 лет 5 бисерин проходим в среднюю бисерину и затягиваем 18 лет набираем 13 бисеринок слова нам нужно сделать здесь конце крестик поэтому мы отсчитываем 4 4 бисеринки и в четвертую вот таким образом снизу вверх проходим подтягиваем нить и у нас с вами формируется крестик вот он 19 лет 5 бисеринок мы читаем 1 2 3 4 5 6 но проходим мы в шестую и в седьмую бисеринку то есть через две бисерины 5 бисеринок 20 ряд мы проходим среднюю бисеринку снизу вверх и затягиваем ниточку 21 ряд 5 бисеринок проходим от соединительной в третью бисеринку снизу вверх 22 ряд 5 бисеринок от соединительной мы проходим раз два три третью бисеринку снизу вверх вот и все ребята плетение наше закончилось далее мы повторяем вот эти предыдущие ряды то есть мы плетем с 15 по 22 ряд половину нашего ожерелья вот таким образом в правую сторону затем ожерелье мы переворачиваем присоединяем сюда ниточку и плетем точно таким же образом но только отличие будет мы плетем с 7 по 22 ряд а затем повтор с 15 по 22 ряд и продолжаем плетение здесь но возможно я вам еще покажу как если я сделаю половинку я вам еще по покажу как делается с другой стороны смотрите какое интересное у нас получается плетение вот эта часть у нас постепенно уменьшается а вот эта часть у нас постепенно увеличивается в общем плетем половину нашей длинные половина объема нашей шеи с 15 по 22 ряд вот таким образом как я вам показала и так девчонки я сделала вот половину своего колье длина получилась половинки где-то 20 сантиметров а я сделала не считая вот середины 21 элемент вот видите я считала по вот этим выступающим частям вот их у меня 21 затем я в конце набираем общем 5 бисеринок в конце и входим в третью бисеринку и затем здесь нужно закрепить нашу леску или например ниточку чем хотите плетите что у вас есть вот закрепляем можно здесь пройтись несколько раз даже я можно так сказать и рекомендую пройтись потому что вот за вот эту последнюю петельку мы будем присоединять сюда замочек поэтому конечно же здесь нужно пройтись несколько раз прошла с несколько раз теперь я захватываю ниточку между бисеринками и прохожу вот в эту петельку несколько раз и затягиваю свою нить таким образом мы закрепляем ниточку и все и мы ее сейчас будем с вами обрезать она нам больше не понадобится помните вначале мы оставляли небольшой кусочек ниточки вот к этому кусочку можно присоединить еще иголочку и дальше продолжать плетение принципе вначале вы можете оставить и большой кусок это кстати очень хорошая идея с вот этой стороны и просто чтобы даже не делать узелки можно просто перевернуть плетение и начинать плести вот в правую сторону теперь нам снова нужно делать в правую сторону поскольку мы перевернули плетение набираем на ниточку 7 бисеринок и начинаем плетение седьмого ряда помните я вам говорила когда я сплету половинку я вам покажу как нужно продолжить с другой стороны поэтому 7 ряд 7 бисеринок я уже здесь кстати прибавила ниточку проходим вот так вот третью бисеринку 8 ряд 5 бисеринок снова проходим среднюю бисеринку 9 ряд 5 бисеринок проходим среднюю бисеринку 10 ряд мы набираем 13 бисеринок подвигаем их плетению снова нам нужно сделать крестик поэтому мы проходим в четвертую бисеринку снизу вверх хорошенько подтягиваем у нас с вами формируется крестик 11 ряд 5 бисеринок мы проходим и от от этой бисеринки из которой сейчас выходит у нас ниточка раз два три 4 5 6 и в 7 бисеринки мы проходим снизу вверх через две бисерины вот вы видите у нас получается симметрично теперь с обеих сторон вот эту центральную часть мы с вами сделали в начале и теперь мы продолжаем плетение вот таким образом 12 ряд 5 бисеринок проходим в среднюю бисеринку 13 от снова 5 бисеринок проходим среднюю бисеринку немножко выше 14 ряд 5 бисеринок проходим раз два три третью бисеринку от соединительной вот так 15 ряд это тот ряд с которого мы с вами помните повторяли с 15 по 22 ряд вот мы набираем 13 бисеринок и проходим вот в третью бисеринку от начала плетения в общем в эти же из этих же 13 бисеринок мы проходим в третью бисеринку нас получается вот такая петелька 16 ряд снова 5 бисеринок я думаю что я наверное еще раз вам покажу как эти ряды плетутся может быть конечно не надо вы можете в принципе перемотать видео думаю еще раз покажу вам 17 ряд 5 бисеринок вот проходим в среднюю бисеринку 18 ряд 13 бисеринок подвигаем их снова делаем крестик проходим четвертую бисеринку снизу вверх и затягиваем 19 ряд 5 бисеринок и мы проходим 1 2 3 4 5 6 6 и 7 бисеринки вот таким образом делаем петельку 20 ряд 5 бисеринок проходим в третью бисеринку из 5 21 ряд 5 бисеринок снова проходим в третью бисеринку из 5 22 ряд последний проходим в третью бисеринку и вот таким образом мы с вами плетем с 15 по 22 ряд точно таким же образом мы с вами делали точно также в эту сторону в правую в общем точно также и продолжаем видите какая у нас получилось симпатичная серединка теперь нужно сделать вот это продолжение с этой стороны и считайте вот эти веселечки а у меня и 21 в одну сторону и мне точно также надо сделать двадцать одну штучку в другую сторону вот вы считаете сколько вы сделали у себя и точно также симметрично делаете в правую сторону так девчонки завершила плетение вот этой части посмотрите какое красиво у нас с вами получается колье из бисера а если у вас нету вот таких сколов или нету бусинок вы можете просто себе сплести из бисера вот такое колье она тоже будет очень классно смотреться поэтому этот мастер класс универсальный по нему вы сможете сделать даже себе два колье вот такое обычное из бисера и также украшенная камнями или сколами будет совсем другой эффект и будет казаться что это два разных колье потому что за сколами не будет видно вот этой основы основа у нас как видите тоже довольно таки симпатичная поскольку я плела на нити вот эту основу получилось очень мягкое колье не знаю конечно как она будет выдерживать вот этот вес камней потому что камни это тяжелые не знаю возможно сделала ошибку в конце вам скажу на чем лучше плести на леске или на нити но по красоте конечно красиво все лежит если делать чисто из бисера колье тут лучше конечно делать на нити но мне кажется если присоединять какие-то тяжелые камни или бусинки то лучше конечно плести на леске она надежнее и точно не порвется я немножко укрепила свое колье сейчас я вам покажу как это сделала вот видите у нас вот здесь вот бисеринки как будто вот ряды идут такие вот и вот по этим рядам вот прям вот таким образом я вот проходила смотрите он идет как друг за дружкой вот и вот таким образом я прошла по всей длине колье чтобы немножко его укрепить потому что еще раз повторюсь мои сколы очень тяжелые отрезаю себе одна нить и распускаю сколы все разных размеров вот и разной формы приблизительные размера где-то 8 на 5 миллиметров и я буду для своего колье выбирать те которые поменьше потому что как вы видите у меня вот такое будет плетение мне нужно будет выбирать какие-то небольшие сколы для того чтобы они вот разместились у меня вот здесь вот в ромбике то есть потому что сильно большие конечно мне сюда не подойдут они будут прям перекрывать несколько ромбиков поэтому я постараюсь выбирать такие поменьше это хорошо что они разного размера и так девчонки отрезаю два метра лески набираю ее в иголочку и завожу где-то в конце оставляем небольшой кусочек и прохожу в обратном направлении в общем нам нужно добраться до того же кусочка и сделать несколько узелков два конца у нас сошлись теперь мы делаем несколько узелков леска сейчас выходит из центральной вот этой бисеринки ромбика мы набираем такой набор 1 бисеринка скол бисеринка и проходим в верхние две бисеринки этого же ромбика и вот таким образом скол у нас расположился ровно по серединке этого ромбика далее смотрите снова у нас снизу ромбика выходит лесочка набираем такой же набор бисеринка скол бисеринка проходим верхнюю бисеринку этого же ромба и снова скол у нас расположился ровно по серединке вот таким образом мы заполняем все вот эти ромбики все вот это пространство снова такой же набор проходим вверх бисеринка скол бисеринка проходим верхнюю центральную бисеринку вот и как вы видите вот этот ряд у нас полностью сплетен далее смотрите вы думаете что нам нужно переходить вот этот ряд но нет посмотрите внимательно вот здесь у нас тоже есть два ромбика поэтому нам нужно перейти вот эту центральную бисеринку поэтому обязательно не забывайте вот эти тоже проходите ромбики бисеринка скол бисеринка и проходим в нижнюю бисеринку этого ромбика снова такой же набор и проходим вот в центральную бисеринку ромбика все мы завершили плетение и второго ряда теперь нам нужно перейти к плетению 3 ряда мы переходим немножко ниже бисеринка скол бисеринка можете не подряд плести в общем как вам удобно только главное не пропускайте вот эти ромбики видите так снова скол бисеринка вот и вот здесь нам нужно пройти по крестику возвращаясь в эту же центральную бисеринку только как бы вверх поднимаюсь немножко выше его железку вот сюда эту бисерину набираем бисеринка скол бисеринка и теперь поднимаемся вверх все девчонки точно таким же образом мы обшиваем полностью по всей тени колье вот такими сколами или бусинками и так девчонки спрела до самого конца вот такая у меня получилась красота если честно не ожидала что будет настолько красиво камушки все разные разного размера думала что получится не так красиво но получилось действительно восхитительно очень мне понравилось напишите мне в комментариях понравился ли вам такой вариант или понравилось просто плетение из бисера мне очень интересно напишите пожалуйста здесь правда на выступающих частях как вы видите перекручивается она потому что камушки тяжелые неровные и она получается крутится но когда я примерила его на себе но мне понравился результат теперь нам нужно присоединить замочек я выбираю вот такой красивый замочек помните предыдущие мастер-классы мы с вами делали браслет и я случайно не заметила и поставила сюда серебряный замочек но он к золотым бусинкам не очень подходил поэтому я его сняла заменила на золотой магнитный замочек кто не видел кстати такой мастер-класс обязательно посмотрите на моем канале очень прикольный браслетик получается теперь я его сняла и решила присоединить сюда он сюда точно подойдет так нам понадобится еще два соединительных кольца я разжимаю 1 набираю и набираю вот сюда закрываем беру второе соединительное колечко разжимаем набираю на верхнюю петельку и набираю сюда второй конец замочка и закрываем получаем вот такой красивый замочек вот так он открывается и присоединяется обратно и там девчонки оценивайте как колье выглядит на шее по моему очень классно очень красиво сидит очень нежная и приятная но смотрите вот эти размеры для меня они идеальны то есть на мне она идеально сидит и если вам нужны будут немножко больше размеры то сделайте основу соответственно больше и потом сплетите по этой основе вот такие камушки и получится у нас тоже такой результат если вам понравились материалы из которых я создавала это очаровательное колье а ссылочки на магазин бибикрафт и на каждую из позиции товара которую я покупала в ихнем интернет-магазине вы найдете внизу под видео в описании обязательно кликайте по ссылочкам и переходите на сайт там много чего интересного можно найти для рукоделия посмотрите кстати сколько у меня из 10 нити вот получилось сколов где-то одна нить у меня ушла на плетение такого ожерелья еще вот смотрите целая коробка у меня осталось тексту очень много и очень выгодно покупать в этом интернет-магазине можно купить много товаров по хорошей цене девчонки если вам понравилось колье обязательно ставьте под видео свою реакцию лайк или дизлайк пишите свои комментарии подписывайтесь на мой канал если вы еще не подписаны нажимайте на колокольчик это уведомление о новых видео на канале вы всегда будете в курсе новинок также фотографирую и на себе все свои украшения и выставляю фотографии в ю тубе контакте инстаграме можете там также посмотреть результаты моих работ в общем девчонки желаю вам отличного настроения хорошего плетения на новых мастер-классов пока пока